Ассаламу алейкум, здравствуйте! Мы приехали на территорию, где проводится специальная военная операция и для одного из подразделений привезли куманитарную помощь, которая им была необходима на этот момент. Это у нас наборы инструментов, аккумуляторы, это домкраты, прицелы типовизиционные. Многие не понимают, для чего нужен типовизиционный прицел и насколько он необходим вам. В первую очередь хочу выразить благодарность за предоставленное. Всех, кто принимал участие, кто не безразличен. Все пригодится, все очень нужно. Касательно приборов, сейчас они жизненно необходимы. Изначально это специальная задача в ночное время, но сегодня, когда очень активное применение FPV-дронов, беспилотных педагогических аппаратов различного типа и ночного, чем хорошо даже в дневное время, очень удобно смотреть, осматривать все птички, которые работают. Также работать по ним. Прибор установлен на штатное место. Очень удобен. Чем он хорош? Он просто в использовании. В сегменте он среднего класса, выше среднего класса. Неплохой. Вот, как бы, хорошо. Просто в управлении, просто в использовании. Может работать как в дневное время, так и в ночное. Да, хорошо работает в инфокрасном спектре, в красном диапазоне. Хорошо видно, уже тяжело обмануть его. Вот, если наш противник двигался ночью более вальяжно, то при наличии данного прибора, стало им сложнее уже, сложнее обмануть. Вот, где-то подобраться. Вот, ну и значительно, конечно, вот, спичками. Единственное, вот, момент такой, кошачий глаз, но докупаются они. Вот, поэтому. Почему? Потому что происходит засветка. Для того, чтобы засветки не произошло, нужно не забывать о условиях, ну, полевых, как бы, можно где-то запутаться в условиях стрессовой ситуации, в условиях усталости, на фоне усталости, можно просто включить его раньше времени и произвести засветку себя. Это очень, как, на опыте, да. Странно, что они сюда не сделали чертог. Да, кошачий глаз, он его включаешь, не видно, но при нажатии оно, видишь прекрасно, убираешь лицо. Это еще мы не все взяли. Я думаю, в дальнейшем мы еще будем работать с этим подразделением. И, надеюсь, полностью закрывать их нужды именно в этих направлениях. Многие думают, что там им все дают. Ребята, все ломается и все имеет ресурс. Поэтому, если сегодня сломалось, да, им выдадут новое, но выдадут, возможно, через неделю, возможно, через три дня. А надо сделать так, чтобы было запасное и в случае поломки чего-то можно было сразу быстро это все поменять. Если у бойцов на передке нету таких прицелов, то им приходится там не светить фонарами, не делать костры, а делать прострелы из пулемета или из автомата. А делая прострелы, то, ну, он себя обозначает, показывает, где его позиция. И плюс, ну, противник тоже не глупый. Он тоже понимает, что прострел могут просто делать и понимает, что, ну, если прям пуля в него не попала, то они будут идти дальше.